здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и сегодня я хотела показать вам как я буду делать окрошку как я это делаю буду делать я вот такую большую большую чашку крышка и эта чашка литров на 6 вот обычно я ее делаю полную потому что окрошку у нас и любят и и потом мы едем два или три дня вот сейчас я вам расскажу как я ее делаю не знаю кто как делает можно ее делать на мясе но я буду делать ее на колбасе вот колбаса докторская здесь 491 грамм использовать я ее буду все и крошить ее буду кубиками колбасу я скрошила кубиками и теперь будем крошить огурцы вот это вот наши домашние огурцы сорт китайский мы их очень любим потому что они растут до поздней осени до заморозков вот неприхотливы и вкусные на вкус еще ни разу не попадалось мне чтобы огурцы вот эти были горькие вот таких огурцов понадобится 6 штук огурцы всегда крошу я мелко соломкой но бывает изредка что еще тру на корейской терке но это как исключение из правил в основном все делаю вручную и соломкой вот эти огурцы я не удаляю кожуру потому что они тонкие такая тонкой шкурой но если бывают такие огурцы что очень толстая кожура тогда я немножко срезаю ее а так в основном если из этих огурцов то в кожуру не срезаю вот такое количество у меня получилось с одного огурца а их еще значит 5 осталось приблизительно по весу я думаю это где-то около килограмма огурцов огурцов я ложу много потому что все-таки это такой овощной а я всего ложу много и колбасы и огурцов и картошки и яиц ну приблизительно в чашке покажу сколько это будет вот такая кучка огурчиков у меня получилось а теперь перейдем картошки и яйцам вот я почистила яйца здесь у меня 13 яиц из них даже 6 вот видите крупные вот такие это утиные яйца но я их тоже часто использую вот именно в окрошке салаты вот они крупные тоже вкусные яйца тем более куриные и утиные это домашние яйца и будем крошить теперь яйца тоже кубиками так яйца мы скрошили теперь приступим к картошке что еще хотела сказать конечно в окрошку хорошо было бы добавить редиску но если редиски нет и без редиски вкусно вот редиску надо молодую у нас уже сезон редиски закончился июль месяц поэтому редиски нет картошки я сварила восемь штук среднего размера это уже картофель молодой ну правда не наш а покупной это же его буду резать маленькими кубиками приблизительно вот так вот столько много лука я нарезала для крошки зелени это хорошо курток было много лука много и теперь мы будем засыпать сюда лучок ну на такую большую чашку я приблизительно беру два раза постольках вот постольках соли потому что чашка большая еще будет добавляться минералка вот и еще вот у меня есть такая смесь перцев на полностью натуральный продукт без соли вот и сыплю перчик так он настаиваться будет у нас любят с перчиком вот так теперь нужно добавить майонез и кисть на эту большую чашку я положила 4 столовые ложки майонеза провансаль 67 процентов вот и теперь кефир литр кефира вот смотрите у меня еще есть горчица васаби и и я тоже буду использовать в окрошке так как нету редиски то как раз горчица васаби придаст такую как бы вкус и такую остроту своеобразную для этого немножко васаби разводим с водой васаби я добавила водичку чистую диспенсера и надо теперь тщательно размешать чтобы не попадалось и потом вылить в окрошку как я размешала васаби и теперь тоже выливаю это все в окрошечку вот так осталось за кефиром и за минералкой так вот мы вылили литр кефира 32 жирности в принципе можно 2 и 5 можно вообще нулевку ну чем жирнее тем вкуснее я так думаю насыщенней вот и теперь нужно добавить минералки теперь нужно добавить литр минералочки вот у меня минералка сарагаш алекс газированная и заливаем целый литр минералки затем все тщательно тщательно перемешиваем ну вот так крошечку мы перемешали она готова посмотрите какая красивенькая получилось я точно знаю что такая же вкусная и вот на этом все теперь всем приятного аппетита и до скорых встреч пока пока крошечка получилось просто обалдеть но у нас есть все равно два маленьких ляпа первый ляп это отсутствие укропа а его бы надо но редиска это так себе не особый ляп уже по вкусу внизу я добавлю какие ингредиенты и сколько идут и на этом все пока пока и до скорых встреч